В Доме с Ангелом состоялось открытие выставки «Красота спасет мир». Более 30 тематических картин и изделий из керамики и стекла были представлены одесситом. Инициатором экспозиции является член Союза художников Украины Борис Белов. Именно в зимние месяцы так хочется тепла, добра и уюта. Выставка с самым благородным названием «Красота спасет мир» как не кстати в это холодное время года. Всем известно, что главное качество человека – это внутренняя красота. И чтобы изобразить в картине всю глубину души человека, требуются не только художественные навыки, но и трепетное отношение к своей работе. Борис Белов – олицетворение всех лучших качеств, которые должны быть в настоящем художнике. Искренность и тонкость души позволяют художнику изображать незабываемые картины. А кто, как не женщина, является олицетворением самых прекрасных качеств? Как воскликнул когда-то Анатолий Ромашин, народный артист СССР, и он играл доктора в фильме «Десять негритят», влюбившись в свою вторую жену, что ничего не нарисовано природой лучше, чем женщина. Все картины наполнены необыкновенным светом и радостью, поэтому сочетают в себе краски всех цветов и оттенков. Выполнены работы совершенно по-разному в их написании – и карандашом, и акварелию, и маслом. А широкий мазок и артистические детали выдают почерк мастера. Кроме того, в экспозиции были представлены работы из керамики и стекла. Подобное творение забирает немало времени и сил. А изготовление подобных фигур, как оказалось, очень романтическое занятие. У горячей печи это все очень романтично, особенно вечером, когда вот эти огненные шары скачут. Вот это интересно. Я даже могу рассказать телевидению, как небольшая ваза потом размахивает, когда стеклодов вместе с нами. Она горячая, она тянется и становится такая флейта. Вот это и любопытно. Что интересно, что именно фигурки Бориса Белова из различных материалов были представлены во всем известном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят», а также в фильмах «Мушкетеры. Двадцать лет спустя», «Гамбринус» и многих других. Елена Бачевская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».